Снеговиков много не бывает. Сразу видно, лепили профессионалы. Образы оригинальные, исполнение идеальное. Вот, к примеру, снеговик-хоккеист. Атрибуцию мы нарисовали коньки, с картона сделали хоккейную клюшку. Шайбу забыли привезти, хотели шайбу еще привезти. Первый рекорд на счету снежного спортсмена уже есть. На его постройку ушло всего 20 минут. А вот снеговика Мойда-Дыра еле слепили. Оно и понятно, холодно, снег рассыпчатый. Зато вышел и правда. Умывальников начальник и мочалок командир. Вода, вода, вода. Много воды и талант. Коллеги, гуашь, руки, энтузиазм. Рядом стоит снеговик-пират. Повязка на глазу, попугай на плече, сабля. Все при нем. Чуть в стороне снеговик-загадка. Кодовое имя – мачо. Личность темная, но колоритная, считают авторы. Фактурный такой товарищ. У некоторых такие вот толстенькие, какие-то развалившиеся. А у нас, несмотря на такие погодные условия, что плохо лепите снега, он вышел элегантный, экстравагантный и самый не улыбающийся. Независимый такой. И на весь снежный мужской коллектив всего одна снежная баба по имени Маруся. Одна зато какая. Банан вместо улыбки, но с морковкой, вызывающая красная юбка. В общем, не баба, а дама. Трудились над ней сообща. Даже министр соцполитики Ольга Носкова лопату приложила. По-моему, женщины, когда они люди, и когда они из снега сделаны, женщины красивее. Они в тексте как-то выглядят. Ну что вы? Ну представьте себе мужчину с такой улыбкой, ну дурак дураком. А женщина обаяшка. Конкурс на лучшего снеговика, объявленный министерством, в самом разгаре. А эта акция призвана сагитировать тех горожан, кто еще остается в стороне от снежной скульптуры. Посыл прост – иди и лепи. Уже сейчас более 150 участников. Очень активно люди присылают на наш сайт фотографии своих художественных произведений. Многие из них действительно чрезвычайно интересны и очень талантливые люди эти снеговики создают. Но для чего мы это придумали? Для того, чтобы подсказать, что семье, для того, чтобы жить весело и интересно, много не нужно. Чуть-чуть фантазии, чуть-чуть креатива и получаются вот такие праздники, как сегодня. Завершится конкурс в феврале. Самых-самых ждут призы и подарки. Какие – держатся в тайне. Что же до акции, то все остались довольны. Детям – горки и снежки, родителям – глоток свежего воздуха в начале рабочей недели, а Нижегородскому Кремлю – новая скульптурная группа. Кирилл Антоневич, Намика Дорлеев, Объективно, ННТВ.